Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я решила побольше углубиться в тему посынкования томатов. Есть томаты, на которых на пачке написано, требуют умеренного посынкования. Это значит, что томат неприхотливый, несложный в уходе, не израстает сильно посынками. Я часто использую выражение «сильно израстает посынками». Сейчас я вам наглядно покажу, что значит это выражение. Когда я молодую рассаду бычьего сердца вам показывала, я говорила, что это прекрасный, всем известный, традиционный, всеми любимый сорт бычье сердце, вкусные плоды, всё. Но у него есть огромный недостаток – израстает посынками. И если начинающий огородник посадит большое количество этих томатов, придётся почти всё своё свободное время ходить посынковать этот томат. Вот сейчас я вам покажу, что значит не умеренное посынкование, а постоянное посынкование. Вот этот сорт требует постоянного, усиленного посынкования. Вчера я обрезала вот эти, вот, бычье сердце, которое как должно быть. Я оставляю два ствола и веду дальше в два ствола. Я посадила их недавно, они ещё цветут, у них нет завязи, довольно-таки молодые. Когда я вчера подошла, первый раз после высадки, я, как всегда, удивилась вот этой активности посынков. Кусты выглядели уже вот так. Ещё у них нет сильно ни плодов, ничего. Но посынки у бычьего сердца очень активные. Активные – это что значит? Это же значит, что каждый посынок, вот он, вот, старается дорасти до размера основного ствола и затмить его. Ну как, быть наравне. Вот смотрите, вот один такой, второй такой. Там он в глубине, вот этот, третий посынок, четвёртый. Пятый – пять, шесть. Шесть посынков и все в размер основного ствола. Вот это значит, что этот сорт требует активного посынкования. Я после высадки не подходила всего две недели к нему. За две недели он весь изрос посынками. Некоторые могут, как спросить, ну может быть их не удалять, раз они такие здоровые и хорошие. Сейчас поясню, почему их обязательно нужно удалять. Сорт бычье сердце зато и ценится за свои крупные, сочные, вкусные плоды. Это крупноплодный, очень хороший сорт. Но если мы вот эти посынки не удалим, у него пропадёт его главное достоинство – это крупноплодность. Будет много-много плодов мелкого размера, и тогда смысла нет тогда выращивать этот сорт. Можно просто посадить какой-то засолочный, мелкий, и пусть он растёт. Этот сорт мы садим только из-за того, что он крупноплодный, красивый, большой плод. И вот эти все посынки, их жалеть нельзя даже, они сразу же буквально некоторые даже зацветают, вы видите. Они уже с цветочными кистями, всё, они по-хозяйски, они чувствуют себя так же, как основной стебель, и все уже с цветочными кистями. Вот цветочная кисть, вот цветочная кисть. Представьте, сейчас они все расцветут, и вся эта мелкота начнёт плодоносить. Нет, их все нужно удалять. Вот этот сорт, это не тот, на котором написано, требует умеренного посынкования. Постоянное, активное, непрерывное посынкование, иначе бычье сердце у вас измельчает. Сейчас хочу вам пояснить, для чего я всё это рассказываю. Рассказываю для того, чтобы начинающие огородники ожидали вот этих трудностей, и были готовы к тому, что если вы посадите, например, такой сорт, как бычье сердце, вам всё лето неустанно придётся его посынковать. Иначе вы не добьётесь, не получите хороших урожаев. Вы просто разочаруетесь, вы посадите их, они у вас, будет много мелких, и вы подумаете, что взяли или не ту рассаду, или не те семена, или что у вас не так вы ухаживали, что получилось не то бычье сердце, не такое, как на картинке и как в описании. Всё дело в пасынках. Пасынки заберут всю силу у растения, будет много мелких плодов и не будет хорошего урожая. Всё. Если у вас есть много времени, можете садить такие сорта много. Если у вас вы работающий человек, такие сорта можно садить, но садите в ограниченном количестве. Лучше выбирайте с умеренным посынкованием или без посынкования. Вот это только для тех любителей, которые могут посвятить этому сорту всё своё свободное время. Всё. До свидания. Об особенностях других сортов можете найти у меня информацию на странице в Одноклассниках. Заходите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Вот это я вам рассказала о особенности выращивания томата бычье сердце. Будьте готовы, что он израстает пасынками. Требует усиленного посынкования. До свидания.